Уполномоченные, представители Роспотребнадзора, районных администраций и полицейские идут в торговые точки. Внимание на то, все ли в масках. Это касается как персонала магазинов, так и посетителей. Отдельно проверяющие смотрят наличие антисептиков, проводится ли дезинфекция помещений. Мониторинг соблюдения мер безопасности распространяется как на крупные торговые сети, так и на небольшие магазины и рынки. Проводим профилактические беседы с людьми, продавцами, администраторами торговых точек. В случае выявления нарушений предупреждаем нарушителей. Предупреждения могут перерасти и в штраф. Это касается как покупателей, так и директоров торговых точек. Из-за массовых нарушений магазин могут и вовсе закрыть. Подобные решения суды уже выносят. Это может грозить и увеселительным заведениям. Согласно указу губернатора, ночным клубам работать запрещено. А кафе теперь в открытом доступе только до полуночи. Дальше на вынос. При этом строгое соблюдение мер безопасности никто не отменял. Такая картина ночных гуляний в нынешней ситуации с распространением коронавируса недопустима. Если владельцы заведений не понимают, их накажут рублем. А вместе с этим опечатают двери. Рейды проходят и в общественном транспорте. Здесь также строгая ответственность за соблюдение мер безопасности. Расслабляться сейчас точно нельзя. Об этом говорит и последняя статистика по заболевшим. К нижегородцам с призывом быть сознательными обращаются медики. Мы снимаем шляпу перед нашими коллегами, которые ушли в мир иной. Я преклоняюсь перед докторами, которые работают сегодня в ковидных госпиталях. Они работают буквально на износ. Очень много наших медицинских работников с диагностического центра непосредственно работают в больницах. Поэтому очень важно, чтобы наши пациенты, если хотите, повысили роль и статус медицинского работника, как одного из немногих, кто может в сложившейся ситуации качественно и своевременно оказать медицинскую помощь. Подумайте в том числе и о нас, о нашей безопасности. Соблюдение вот этих требований вы спасаете как нас, так в первую очередь вы спасаете и себя. Профилактические рейды в регионе продолжаются. Проверки на тему соблюдения мер безопасности будут проводить в ежедневном режиме. Сергей Щеплягин. Время новостей.